Мы тоже не увидели, ну там, еще там 65 лет был Василий Васильевич Смыслову, которым не нашлось места в центральном шахматном клубе, вот, для такого маленького юбилея, вот, ну и прочее, прочее. То есть можно было сделать гораздо больше. Я считаю, что это необходимо, надеюсь, что это тоже будет делаться. Что касается среднего, полупрофессионального, ну тут об этом уровне трудно говорить, потому что непонятно, какой возрастной ценз он затрагивает. То ли средний уровень ребят, то ли средний уровень вообще шахматистов. Для них, конечно, тоже может делаться что-то, но как это реально осуществить, как вот связать с системой фестивалей воедино, я, честно говоря, еще не знаю. Что касается высшего эшелона, то здесь все, конечно, просто. Нам нужно больше хороших и интересных турниров, нам нужно дать практику нашим гроссмейстерам, потому что явно не соответствует, например, коэффициентов наших гроссмейстеров, ну, второго эшелона и коэффициентов западных гроссмейстеров. Потому что в турнирах представительных на Западе играет только небольшая группа людей. И, естественно, открыть им выезд, дать им возможность поиграть, дать возможность набраться опыту и, в конце концов, тем самым упрощить нашу гегемонию на шахматной арене, потому что ясно, что вот даже те, кто у нас на вторых ролях, будут очень хорошо смотреться в турнирах на Западе. Это сделать, конечно, необходимо. Ну, трудно. Программа действительно очень большая. Что касается меня, я могу сделать то, что я смогу. Я, во всяком случае, пишу свои книги, стараюсь освещать то, что я играл. И скоро они, наверное, будут изданы, я сказал уже. Я бы еще вообще предложил бы включить как бы в план обязательный индивидуальный план каждого шахматиста выступления в каком-нибудь уголке страны. Таких уголок у нас много, шахматистов у нас тоже много, выступлений почему-то мало. Я бы предложил включить, мне кажется, что делать это необходимо, каждый год куда-то ехать. Мне кажется, это было бы хорошо. В всяком случае, я при первом жморстве в этом году постараюсь, если у меня выберется график между матчем, то к лету я это сделаю. Написано тут такой вопрос. Вопрос носит весьма своеобразный характер. Во время матча с Карчным у вас не было таких напряженных отношений, как у него с Карповым? Ну, я могу сказать просто нет. Не было по той причине, что мы садились, мы делали ходы, мы уходили. Вообще, я должен добавить следующую вещь. Я сыграл... Сколько я сыграл матчей? Много я сыграл матчей, скажем так. Три сыграл я в претендентском цикле, три я сыграл с Карпом. Ну, так вот конкретно про три матча в претендентском цикле. Я сыграл с шахматистами разных поколений, Белявским, Корстным, Смысловым, разных взглядов, разных вообще убеждений, наверное. И должен сказать, что у матча было одно общее. За этим матчем не было ни одного письменного и ни даже устного протеста. Прошли матч, тихо, спокойно. Так, вот это ответ. И вообще, за исключением, пожалуй, двух матчей с Карповым у меня вообще никогда ничего не было. Кстати, и на матче с Карповым, на втором и на третьем я ни одного протеста не писал. На первом тоже нет. Нет, на первом я написал, кстати, на первом матче я написал один протест председателю оргкомитета в феврале месяце, что перерыв матч, который устроен, делаются специально для Карпова. Никакого ответа я на это не получил. Вот. Испытываете ли вы жалость к противникам, которых обыгрываете? Ну, знаете, что такое? Я выполняю какую-то свою работу за доску. Я стараюсь найти хороший ход, стараюсь выиграть партию. Ну, нет, ну это как-то чувство противоречия, наверное, тому самому духу шахмат. Написано, какие у вас отношения с Анатолием Карповым? Ну, какие у нас отношения? Сейчас они стабилизировались по одной простой причине, что до следующего матча осталось еще много времени. Ну, в плане том, что, в принципе, у нас даже нет никаких спорных областей в вопросе ассоциации, я надеюсь, у Гроссмейстера. Мы едины. Карпов подписал эту бумагу вторым после меня и выступает тоже защитником этой идеи, понимает, что, в общем, то, что делается, это в корне неверно. Ну, я не думаю, что что-либо может повторяться, потому что, в конце концов, у нас с Карпом есть общие, мы Гроссмейстеры. В общем-то, причем, в свое время, как говорится, мы принадлежим к одной коллеге, коллеге чемпионов мира, и мы все-таки понимаем, что это такое, что представляют эти шахматы. Борьба на таком уровне, это естественно. Борьба, ну, каждый может иметь свое мнение. Я никоим образом не собираюсь принадлежать значение тех слов, которые говорил раньше. Но Карпов защищал себя, он как мог, он защищал свое звание. Сейчас все гораздо проще, и мне кажется, что мы можем вдвоем сделать довольно-таки много для шахмат, если сумеем найти, в общем-то, общий язык во многих вопросах, решение которых, в общем-то, наболело. Думаю, что сделать это вполне возможно. Кто выиграет в финале претендентов? Ну, кто выиграет в финале претендентов, сказать трудно. Я считаю, что как шахматист Карпов сильнее Соколова. Но на сегодняшний день есть одна важная деталь. Все-таки Карпов достаточно как бы истощенный морально, ну, может быть, и физически. В плане том, что он отдал очень много энергии на эти матчи. Соколов в то время играет на подъеме с большим напором сейчас. И вот именно эти два качества будут соревноваться. Опыт и сила практическая Карпов и напор Соколова. Я думаю, что шанс Карпов все-таки на победу выше. Хотя, честно говоря, затрудняясь предсказу, Соколов быстро прогрессирует, и все может произойти. Все-таки, если вы собираетесь ставить, я бы поставил на Карпов. Так, ну вопрос мне непонятен. Я его зачитаю, но без объяснения его на него ответить нельзя. Расскажите, пожалуйста, как вы дошли, кавычки открываются, до жизни такой. Кавычки закрываются. Ну, что такое такая жизнь? Ну, мне такая жизнь, честно говоря, довольно-таки нравится. Нравится, потому что я в движении, я, в общем-то, знаю задачи. Я, конечно, за что-то борюсь, конечно, это не так просто. Гораздо проще выбивать, как говорится, что-то для себя, свои какие-то собственные привилегии. Я стараюсь, чтобы было хорошо в шахматном мире, в мире, которым я представляю по своему званию. Я не думаю, что эта жизнь очень плохая. Она трудная, она тяжелая, она напряженная. Но, в конце концов, в другой жизни для себя я не представлял и не представляю в будущем. Ну, это слишком сложный вопрос. Так. Написано тут такой вопрос. Скажите, хорошо ли... Я читаю вопрос, вопрос очень сложный, может, придется прочесть дважды. Скажите, пожалуйста, хорошо ли с моральной точки зрения в матче на первенство «Мир» играть варианты соперника, поменяв цвет фигур? Еще раз читаю. Хорошо ли с моральной точки зрения в матче на первенство «Мир» играть варианты соперника, поменяв цвет фигур? Ну, в общем-то, я вспоминаю, как после второго матча секундант Карпов, гроссмейстер Зайцев, Игорь Зайцев, жаловался в ЦШК, что вот такая новая манера и не мешала бы запретить по ходу матча применять другие новинки соперника, которые он придумал. Ну, как вам сказать, если я применяю вариант, который играет мой соперник, значит, я рискую просто эту партию проиграть, потому что если он вот так хорошо знает, пусть докажет. Да, действительно, я использовал в первом матче, часто очень вертел доску, но мне кажется, что это является показателем достаточно высокого класса шахматиста. Это шахматы. Я не понял, я могу делать любой первый ход. Ну, теперь тот, кто, значит, получится так, тот, кто старше, тот имеет приоритет, потому что он играл больше до этого. Я не знаю, мне кажется, что вопрос сам по себе абсурден. Он противоречит самой демократичной идее шахматы. Мы играем в эту игру? Пожалуйста. Я сыграл очень много вариантов. Пожалуйста, играйте их против меня, я никогда не буду возражать. Кстати, такие попытки обычно кончаются для моих соперников. Плохо. Это не творческий подход шахматы? Ну, извините, я думаю, что упрекать меня, я могу список представить своих достижений в творческой области, как-то бессмысленно. Я играю в вариант, кстати, и в варианты своего соперника я вносил немало нового. А во-вторых, что такое? Обмен между двумя ведущими игросмейстами, это и есть то, что они могут дать миру. Ну что я теперь виноват, что Карпов играл, Ферзевый Гамбит играет всю жизнь раньше. Ферзевый Гамбит дебют матчей на Пересту Мира. Хочу напомнить, что именно в этой нетворческой манере Алёхин выиграл матч в Кавапланке, полностью скопировав репертуар своего соперника. Но почему-то тогда никому такой в голову не приходило. Это, мне кажется, полная чушь. Я еще раз говорю, она противоречит самой мысли шахматы. Карпов играл мои варианты ничуть не реже, чем я его. Я могу, кстати, примерно... Мы можем проанализировать исток данного предположения. Конечно, это выгодно тому, кто имеет более широкий репертуар, кто готов осваивать новые дебютные системы. Ну, пожалуйста, кто мешает Карпову играть против меня ту же Сыцелянскую, которую я играю против него? Но почему-то это не подходит его репертуару. Я играл его дебюты, потому что я вынужден был учиться играть у него. Пожалуйста, он мог прийти и сыграть на моей территории. Я такого желания не видел. Хотя он играл достаточно острые варианты, но тем не менее, я все-таки побаивался повторять конкретно, что было сделано. Ну, правда, там, например, в первой партии матча он повторял то, что я играл в шестой партии. В 23-й партии третьего матча то, что я играл в шестой первого. То есть в 95-й то, что я играл в шестой. Ну и так далее. Можно приводить там немало примеров. Мне кажется, это шахматы. Так. А. Так. Ну, тут то же самое примерно. Вопрос Соколов. Каковы, Сан Соколова, в матче с Карпом? И с вами, если он выиграет у Карпа? Ну вот если он выиграет, тогда и поговорим. Не объясните ли вы, что произошло с вашей тренерской командой в разгар матча реванжа? Почему покинули у вас Владимир Ватимущенко? Пожалуйста, объясняю. Ватимущенко собирался покинуть мою команду немедленно после Лондона. Что он исполнил? И уехал во второй половине матча. Никто ему не препятствовал. С Владимиром дело обстало сложнее. Дело в том, что во второй половине матча, конкретно после девятнадцатой партии, я обнаружил у него, ну, обнаружили там и раньше, в общем-то, но на этот раз обнаружено было в большем количестве, переписанные в беловом варианте, основные варианты моей подготовки, защиту Грюмфеля, защиту Немцовича, русскую партию. Я попросил объяснений, кое мне были предоставлены в птичной визе, и кое говорили, что он занимался этим с февраля месяца. Переписывал все, что было. Правда, делал это он для себя, как он говорит. Ну, я еще раз говорю, доказывать я ничего не мог, я ничего не собирался. Я попросил его покинуть команду, оставить записи мне, что, в общем-то, он и исполнил. Я еще раз говорю, ничего я доказывать не могу, я просто говорю о том, что это было. Скрывать это не надо, он ушел. Я, в принципе, ничего, я здесь не возражал. Запись, правда, я конфисковал. Тут написано, присутствует ли на нашей встрече президент нашей федерации и начальник управления шахмат-спорткомитета. Ну, Александр Давидович Чиквайзи я не вижу здесь точно. Думаю, Крогиус в отпуске. Иначе тоже нет. Ну, в принципе, существует, если у вас интересует подтекст, если у вас есть подтекст, то я могу сказать, что я там записываю на много магнитофоновый телеленту сразу. Так что все желающие, я думаю, смогут это послушать. О! Ваша толчья, ну толчья вообще пишется, я бы сказал по-русски, не объективного словоблудия, не является уровнем чемпиона в моральном этикете. Предлагается вам быть более скромным. Ну, в общем-то, хороший совет, конечно, неплохой, понимаете. Не совсем грамотный, правда, в плане, я еще раз говорю, русского языка, но неплохой. Я думаю, что, конечно, да, верно, я, в общем-то, действительно допускаю какие-то бестактности, может быть. Вы знаете, я, честно говоря, не очень за этим слежу. Во всяком случае, в отличие от Ленинграда в середине 70-х годов, не бывает торжественных заседаний, посвященных моему дня рождения. Это... АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ